Юго-западная китайская провинция Гуйчжоу, испещренная крутыми горами и укромными долинами, один из самых отдаленных регионов этой огромной страны. В глубине древних земель живет народ, который до сих пор поддерживает старые традиции. Это народ Мяо, чье знаменитое целительское искусство подарило миру три тысячи лекарств и 800 рецептов. Гора высокая и крутая, но она полна драгоценных лекарственных трав. Мой мешок, полный трав, спасет больного, но мне не нужна награда. Путешествия древней медицины. Часть вторая. Три тысячи лекарств и 800 рецептов. Народ Мяо, Китай. Это город Кайли, расположенный в юго-восточной части провинции Гуйчжоу. На открытых рынках, которые устраиваются здесь каждые 10 дней, проулки заполнены множеством лекарственных трав. Наряду с широко распространенными грибами линджи и азиатской травой, известной как тяньма, в провинции Гуйчжоу выращивают и отлавливают рептилий и других животных. Но покупатель найдет здесь не только лекарственные средства. На улице рядом с древними аптеками стоят доктора, практикующие медицину. И в их распоряжении самые различные методы лечения. Кровеносные сосуды между костями закупориваются. Чтобы кровь лучше циркулировала, я применяю огонь. Этих практикующих называют мяои, что означает «врачи народа мяо», одного из многочисленных этнических меньшинств Китая. «Я сейчас выдавил гной, так что с лекарствами быстро заживет». «Это хороший доктор». У этих врачей нет специальной лицензии. Но в районах Китая, где преобладает этническое меньшинство, такие традиционные практики разрешены. Сегодня в провинции Гуйчжоу насчитывается около 20 тысяч врачей мяо. Медицина мяо очень эффективна при заболеваниях, которые встречаются там, где живет этот народ. Это связано с тем, что они тесно связаны с окружающей средой. Такой чистый опыт стал важной частью медицины мяо. Лекарства создавались путем накопления знаний и опыта в течение многих лет. И в этом особенность медицины мяо. Сегодня в Китае проживает около 8 миллионов мяо. Примерно половина из них живет в горной провинции Гуйчжоу. Это типичная деревня мяо, в которой проживает около тысячи семей, поселившихся вместе. Этнические мяо обычно живут в таких высоких деревушках, как это. Их дома – трехэтажные здания с черепичными крышами. Они зарабатывают террасным земледелием, выращивая рис и кукурузу на скученных полях. Несмотря на то, что они считаются самыми бедными среди 55 признанных этнических меньшинств Китая, у мяо богатые местные традиции. В этом городе нетрудно найти практикующего ворчевателя мяо. Отец 53-летнего Ян Гуанхуна передал свои знания медицины мяо, когда его сыну было 37. После почти двух десятилетий практики он стал известным врачом в этой деревне. Это лекарство очень хорошо помогает при травмах, лечит переломы. И можно вылечить почти все виды переломов. Я приготовлю эту смесь, чтобы излечить пациента. Почему пациент не пришел к вам? Почему вы идете к больному? Пациентка не может сейчас прийти сюда, потому что у нее сломана нога. Из-за изоляции мяо и полного отсутствия взаимодействия с другими группами, их медицинская практика в значительной части оставалась скрытой от мира за пределами Китая. Но внутри этой страны народ мяо и их медицины широко известны как врачи тысячи лет и медицина десяти тысячелетий. Сегодня доктор Ян навещает пациентку, которая немного за 30. У нее тяжелый перелом ноги. Ее нога так сильно опухла, что она практически неподвижна. Я шла по улице, но оступилась и упала с большой высоты. Вот так я сломала ногу. Сначала Сун Лаи лечили в больнице. Но три дня назад она приехала домой, чтобы быстрее поправиться. Это лекарство называется Ганао Дао Дяо. Первая часть на языке мяо означает «дедушка». Используется для лечения суставов. Ян Гуан Хун варит целебные травы, которые добыл сам. Сегодня он проводит так называемую дезинфекцию паром. Пара трав обеззараживает пациента, помогая лекарству быстрее впитаться. Считается, что это способствует кровообращению. В настоящее время практикующие врачи мяо обычно используют более 300 лекарств. Существует множество процедур, в том числе окуривание, иглоукалывание, прижигание и даже хирургия, которых насчитывается более сотни. Для этой пациентки я использую 5 или 6 процедур, включая нанесение средства на тело, наложение повязок на место перелома и прием лекарств. Если она будет продолжать лечение, то выздоровеет через 15 дней. Сколько времени уйдет без такого лечения? Без лечения естественное заживление организма заняло бы больше полугода. После процедур, продолжавшихся более часа, доктор Ян возвращается домой. Среди народа мяоин известен как надежный врач. Пациенты привыкли к его методам и доверяют его лечению. Этот доктор хорошо известен своими отличными лекарствами. Я считаю его лечение лучше, чем у кого-то другого. А главное, он очень добрый, его лекарства действуют хорошо. Как и во многих других формах традиционной медицины, практикующие врачи мяо унаследовали медицинские знания от своих отцов. 83-летний Ян Пурин – самый уважаемый врач в этом городе. Он начал заниматься медициной с 15 лет и почти 7 десятилетий заботился о своих односельчанах. Благодаря этому у его семьи хорошая репутация практикующих врачей. Это я здесь. Прошло 7 поколений. Я – седьмой врач мяо из нашей семьи. Несколько раз в день Ян Пурин проводит небольшую церемонию у алтаря, посвященную предкам, которая напоминает о его обязанностях врача из народности мяо. Его последнее желание, чтобы его сын Гуан Хун тоже стал уважаемым врачом. Сегодня народность мяо составляет четвертое по величине этническое меньшинство в Китае после джуан, маньчжуров и хуэй. Они известны своими эффектными танцами и причудливыми изделиями из серебра. Серебряные орнаменты и украшения передавались из поколения в поколение народа мяо. Серебро, используемое в одежде, – это историческое сокровище. Оно представляет историю народа мяо. Музей, посвященный истории мяо, в этом городе, называется Шидзян. Здесь посетители могут увидеть такое искусное серебряное изделие, как этот венец, надеваемый на голову. Все эти филигранно выполненные предметы предназначены для ношения на голове или на теле. Великолепные произведения искусства рассказывают печальную историю народа мяо. На протяжении веков мяо неоднократно подвергались нападениям со стороны чужаков. Считается, что они носили драгоценное серебро на себе, чтобы быстрее уходить от преследователей. Таким образом, мяо стали мастерами выживания. Культура медицины и лекарственных трав также является побочным продуктом их трагической истории. В изолированной среде у народа мяо не было другого выбора, кроме как лечить себя самим. Наступил вечер. В доме Ян Гуанхуна собралась большая группа людей. Примерно два раза в месяц Гуанхун устраивает такие вечеринки для родственников и соседей. Сегодня они собрались, чтобы пожелать здоровья семейному патриарху. У него семеро сыновей и дочерей. Но медицинские знания он передал только Гуанхуну, первому сыну. На подобных встречах они делятся памятными историями из практики отца. Я уже здоров. Все благодаря нашему учителю. Он упал с большой высоты. Вот тут у него была сломана кость. Вот здесь было два перелома. Здесь был второй перелом. Посмотрите. Вот тут. Теперь у меня все хорошо. Я могу работать без каких бы то ни было проблем. Мяу крепко держится за свои большие семьи. Они живут общинами вместе со своими соседями. Есть у них и еще кое-что особенное. Это их традиционные народные песни. Все уроки мяу передаются через песни. Так мы изучаем обычаи и все остальное с помощью музыки. Это традиционный способ передачи информации. Наши предки в прошлом все были неграмотными. Поэтому учения передавались устно. Из поколения в поколение. Мудрость передавалась устами и сердцем. Листья, похожие на когти тигра, укрепляют кости. А корни, похожие на петушиный гребень, против змеиного яда. Песни мяу обычно представляют собой импровизации. Они были средством выражения мыслей, эмоций и знаний. Благодаря таким песням мяу смогли сохранить знания, необходимые для их легендарных трех тысяч лекарств и восьмисот рецептов, даже без письменности. КОНЕЦ Погода здесь, в провинции Гуйчжоу, переменчива. Дожди идут более двухсот дней в году. Частые дожди размывают известняковые склоны гор, создавая захватывающий дух виды. Из-за постоянного облачного покрова, закрывающего небо, солнечный свет здесь редкостный дар. Даже название деревни отражает это понятие. Гуиян означает «драгоценное сияние». Благодаря уникальной природной среде здесь произрастает широкий спектр лекарственных трав, которые больше нигде не встречаются. Деревенский врач Джан Вэнь Сун проработал почти 35 лет травником. Его сыну Пусену 11 лет. Несколько раз в месяц они вдвоем отправляются в горы, чтобы собирать лекарственные травы для пациентов отца. Мы уйдем очень далеко. Дорога займет около трех часов. Лекарства, нужные пациенту, нигде поблизости не найти. Оно встречается только в далеких местах. Раздобыть такое драгоценное лекарство – непростая задача, каким бы искусным травником он ни был. Сложная миссия полна рисков. Однажды, собирая травы, он получил травму, из-за которой парализовало его руку. После того ужасного инцидента он всегда берет с собой в поход сына. Врач легко может распознать нужное растение, только взглянув на него. Когда оно сильно истекает соком, значит, оно максимально эффективно. Когда листья и ветви симметричны, они останавливают кровь. Растение с большим количеством шипов для того, чтобы спадали отеки. Это растение помогает при расстройстве желудка. Оно очень быстро действует. Корни же хороши для женских недугов, таких как менструальные боли. Листья используются для лечения органов пищеварения. Это очень полезное растение. Листья используются для лечения органов пищеварения. Листья используются для лечения органов пищеварения. Эта вода на самом деле очень вкусная. Она слаще и вкуснее, чем та, которая продается внизу. Гораздо лучше, потому что нам ее подарила природа. Субтитры сделал DimaTorzok Прошло полдня с тех пор, как они ушли из дома. По мере того, как они все глубже и глубже уходят в горы, они оказываются в девственном лесу, без тропинок. Этот первобытный лес наполнен чистой жизненной энергией. Природа подчиняется порядку, бесконечному круговороту жизни. Все сущее сражается и помогает друг другу, чтобы поддерживать жизнь. Эта невидимая жизненная сила создает уникальные лечебные свойства растений. После довольно долгого похода по лесу, доктору Джану и его сыну удалось найти многое из того, что они искали. Собрав достаточно нужных лекарственных растений, травник испытывает чувство глубокого удовлетворения. Эта трава называется иетия найцин. И она используется для дезинтоксикации. Также помогает при опухолях и бронхите. Ее очень трудно найти. И она особенно эффективна именно на этой стадии своего роста. Я рад, что мы нашли ее. Однако в лесу они сталкиваются с людьми, которых никак не ожидали встретить. Это охотники. Кусэн строгает палочки для еды к обеду. Мальчик начинает понимать, почему охотники тоже пришли в это место. Как он и думал, они оказались здесь, наверху, тоже собирая лекарства. В принципе, охота незаконна. Но такие люди разбивают лагеря в подобных местах, выслеживая ценных животных. Они охотятся на разных диких животных, обитающих в лесу, чтобы продать их на рынке как лекарственные средства. Сегодня днем. Джан Вин Сун работает за своим столом. После окончания средней школы он самостоятельно выучил английский язык. Всякий раз, когда у него есть свободное время, он записывает лечебные практики мяо. В те дни, когда он ходит в горы, он записывает названия трав, которые нашел на китайском и на английском, с большим вниманием к деталям. Я записываю названия средств и те болезни, при которых они помогают. Эти записи помогут сохранить рецепты и предписания медицины мяо. Я хочу обезопасить эти знания и передать их потомкам, в том числе своему родному сыну. Таких книг он написал уже пять. Рецепты мяо, долгое время передававшиеся через песни, теперь сохраняются в письменном виде. На его лекарственном складе хранятся 40-летние записи, подробно описывающие путешествие Джан Вэн Суна в качестве врача мяо. Здесь можно найти около 200 высушенных лекарственных трав, классифицированных по назначению. Мы хорошо знаем травы, растущие в этой местности, и их влияние на здоровье. В медицине мяо используются растения, которые легко доступны в тех местах, где мы живем. Это значит, что мы даем нашим пациентам свежие лекарства, и поэтому они действуют быстрее. А значит, они скорее выздоравливают. Существует более 20 различных способов изготовления лекарств. Метод, который сейчас использует Джан, называется хваген. С ним целебные свойства извлекаются из трав путем их обработки паром. Это растительное средство хорошо помогает при гипертонии, а также гиперлепидемии, бронхите и диабете. Какие травы вы отвариваете? Это называется тхиета. А это аие. Травы могут иметь совершенно разные эффекты в зависимости от способа приготовления. Однако летом большинство врачей мяо предпочитают делать из растений сок или пюре, сохраняя их в наиболее естественном состоянии. Поздно ночью, приготовив лекарства Джан Вэнь Сун, отправляется навестить своего пациента. Он идет в дом, находящийся в получасе ходьбы. Сегодняшний больной молодой человек не старше 20 лет. Этот пациент уже полгода страдает от боли в ноге. У меня злокачественная опухоль. В больнице сказали, что ногу надо ампутировать, но я просто не смогу этого вынести. Отрезать не вариант, поэтому моя мама попыталась найти другой способ, как с этим справиться. Я не знаю, поможет это лечение или нет, но это моя единственная надежда на исцеление. Пациент обратился к доктору Джану, когда лечение в больнице стало невозможным. Многие из его пациентов не имеют финансовых средств даже для посещения больницы. Конечно, многие настолько доверяют медицине Мяу, что обращаются к нему в первую очередь. Джан Вэн Сун оборачивает пораженные участки травами, предназначенными для лечения злокачественных опухолей. Но его выражение лица выдает тревогу. Больной и ухаживающая за ним семья истощены физически и эмоционально. Он вручает им травы и утешает, как может. Но гарантий никаких нет. Он мой единственный сын. Так что можете вообразить, что я чувствую? Роды были такими тяжелыми. Вот представьте, какую боль в сердце я сейчас чувствую. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Все, что смогу. И если ему станет лучше, просто гора с плеч упадет. Это непростое заболевание. Оно очень серьезное. Но я сделаю все, что смогу. Чтобы непременно найти способ вылечить его и помочь ему восстановиться после тяжелой болезни. Я сделаю все, что в моих силах. Так долго изолированные от внешнего мира, мяу развели самобытную культуру и уникальную систему медицины. Долголетие, которым могут похвастаться мяу, происходит из вполне объяснимых вещей. Это вегетарианство, физическая активность и душевное спокойствие. Громкие звуки горна возвещают начало похоронной процессии. Мама, почему ты так рано нас покидаешь? Дети скучают по тебе. Ты ушла от нас так быстро. Похороны мяу взывают к тому же чувство горькой утраты, которое чувствуют люди повсюду. Когда соседи узнают о чьей-то смерти, они берут специальные подношения для похорон и отправляются на церемонию. Звук горны – это древняя традиция мяу, предназначенная для того, чтобы утешить дух умершего сильным шумом. Звук горны – это древняя традиция мяу, предназначенная для того, чтобы утешить дух умершего сильным шумом. Мяу немного отличается от общепринятых. Мяу называют умершего человека спящим. Это бэйта на языке мяу. Точно так же, как все отдыхают ночью, для народа мяу смерть – это просто отдых. Для мяу похороны знаменуют собой не конец жизни, а служат печальным прощанием с любимым человеком, уходящим на долгий покой. Через несколько дней на лице пациентки с сильным переломом появляется радостная улыбка. Свекровь чувствует облегчение, и даже приготовление пищи отражает ее хорошее настроение. Я чувствую себя счастливой. Я не представляла, как это будет для нас тяжело. Соседи передали нам рис, это они нас так поздравляют. В течение последних нескольких месяцев близкие пациентки очень переживали из-за ее ноги. К счастью, она поправилась и пришла в себя раньше, чем ожидалось. Отек сильно спал. Теперь я могу переворачиваться сбоку на бок и спать в той позе, в которой хочу. Врач говорит, что через три недели я поправлюсь полностью. Невестка знает, почему ее свекровь так занята этим утром. Она готовит на пару полную кастрюлю драгоценного риса и перекладывает его в корзину. Для этого есть особый повод. Думаю, что теперь я готова идти. Но я не знаю, хватит ли этого, чтобы выразить нашу благодарность. Будет лучше, если вы пойдете со мной. Я знаю, что доктору это понравится. Она отправилась навестить Ян Гуанхуна, чтобы отблагодарить его за лечение невестки. Но лечение еще не было. не закончено, не стоило все это приносить. Но мы хотели отблагодарить. Здесь так много всего. Тяжело, наверное, вам было. Курица, рис, домашнее вино и свинина. Для людей Мяо – идеальный подарок в знак благодарности. Ян Гуанхун считает, что пациент выздоровел так быстро не благодаря его способностям, а потому что большую помощь оказали духи предков. Страдания, которые свекровь терпела так долго, внезапно прекратились, и она разражается слезами. Моя невестка так сильно сломала ногу, поэтому мне было грустно. Сейчас после лечения ей намного лучше. Я плачу слезами радости. Я так счастлива, что он вылечил мою невестку. Он такой хороший доктор. Вот почему я принесла весь этот рис. Действительно, история медицины Мяо зашла так далеко, потому что сердца врачей поддерживаются благодарностью страждущих. Я чувствую такое облегчение и радость, узнав, что моему пациенту становится лучше. Если нет никакого прогресса, я чувствую себя ужасно. Пока она не поправится полностью, я буду вкладывать всю душу ради ее выздоровления. Но она обязательно поправится. У Джан Вэнь Суна, однако, на душе тяжело, потому что другой его пациент не показывает особых признаков прогресса. Поэтому он едет в центр, чтобы купить новые лекарства на травах и получить информацию о том, как его применять. Центр города небольшой, но здесь можно найти много трав и информации о том, как ими лечить. Сегодня Джан Вэнь Сун занимается поиском лекарства эффективного против опухолей. Но панацеи здесь нет. Он решает поэкспериментировать со смешиванием нескольких новых трав, которые нашел и возвращается домой. Сегодня он выбрал процедуру, при которой на пораженный участок намазывается порошок. В процедуре участвует и его сын Пусэн. Таким образом, он постепенно знакомится со всем, что ему нужно знать о практике отца. Врач также решил дать пациенту приготовленное им другое лекарство. В течение 30 минут он варил травы, которые полезны для суставов и эффективно борются с опухолями. Отвар уже хорошо настоялся. К счастью, благодаря регулярным процедурам у пациента постепенно появляются признаки улучшения. Мне стало лучше после лечения. Я чувствую себя более комфортно, чем раньше. И даже сплю лучше. До лечения, когда я спал, мне казалось, что мои сосуды лопаются. Но теперь я чувствую себя хорошо. Джан Вэн Сун был занят с раннего утра. Но он считает, что это был плодотворный день. Народ Мяо когда-то называли цыганами Азии. Постоянно сталкиваясь с агрессией внешних сил, они были вынуждены скитаться по горам. И благодаря такой печальной судьбе Мяо и получили это прозвище. У них не было письменности, но они использовали песни, чтобы сохранять и передавать свои обширные знания по медицине. И эта традиция продолжается по сей день. Лекарственные травы спасут людей. Любовь также спасает человечество. Трава и любовь вместе нас спасут. Давай, повтори за мной. Доктор ищет травы. Доктор ищет травы. Ему надо лечить больных. Ему надо лечить больных. Медицина народа Мяо существовала тысячи лет, как эпическая поэма бессмертной легенды. Пока существуют травы, история Мяо будет продолжаться вместе с тремя тысячами лекарств и восемью сотнями рецептов. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...